привет друзья в прямом эфире на телеканале доктор продолжается наша программа доктор на работе прямо сейчас будем говорить о таком заболевании как рак поджелудочной железы на самом деле конечно же все кто нас смотрят искренне надеются что такого диагноза не они и мы тоже надеемся что вы никогда не услышите этого диагноза не вы не ваши родственники тем не менее к сожалению онкологические заболевания они существуют они существуют и рак поджелудочной железы тоже одно из самых частых онкологических заболеваний что же это за рак такой за чего он возникает чем он опасен помимо того что естественно поражается органы и поражается и снижается качество жизни очень сильно и увеличивается риск смертности помимо этого что еще может произойти пока человек лечится обратите внимание даже если очень страшно даже если не хочется совершенно смотреть тему онкологических заболеваний надо знать потому что информация это всегда очень важный помощник выясним как витамин d влияет на развитие рака поджелудочной железы может ли он вообще влиять из-за чего рак поджелудочной железы возникает у кого он возникает кто в группе риска насколько успешно он поддается лечению об этом будем говорить замечательным доктором врач-онколог хирург радиотерапевт кандидат наук денис сергеевич романов денис сергеевич здравствуйте спасибо добрый день денис сергеевич ну вы знаете я не случайно стала говорить о том что никто не хочет поднимать эту тему потому что тема онкологических заболеваний она действительно очень болезненная она очень потому что все думают еще что рак невозможно предотвратить да что лучше вообще о нем не знать ни на ранних стадиях ни на каких как часто вот пациенты приходят к вам на ранних стадиях и как часто уже на таких вот достаточно серьезных если касаться именно рака поджелудочной железы да но к сожалению выявляемость именно рака поджелудочной железы на разница на ранних стадиях она достаточно маленькая то есть по сути мы не имеем скрининговых программ таких полноценных как там для рака легкого для рака молочной железы для гинекологических опухолей потому что во первых действительно существует определенная такая трудность поиска и плюс ну идет все таки вот в рамках скрининга да такое некое разделение на более социально значимые заболевания то есть там где болеют там десятки и сотни тысяч пациентов да и все-таки менее социально значимые где болеют тысячи и вот рак поджелудочной железы он же середнячок то есть это одиннадцатое место по встречаемости до среди онкозаболеваний то есть там в россии условно если очень приблизительно сказать это там 10 человек на 100 тысяч и это тоже как бы предполагает отсутствие каких-то полноценных программ попыток раннего обнаружения этих заболеваний плюс его симптомы не специфичны то есть пока это там некая маленькая опухолинка чаще всего пациент вообще ничего не чувствует да будущий пациента то есть которому еще пока не выставлен никакой диагноз когда симптомы появляются они чаще всего не специфичны то есть это например какой-то боль там верхних отделов живота это какие-то диспептические расстройства ну нечто там в том числе похожее на какой-то панкреатит человек идет там к терапевту гастроэнтерологу его лечат там от гастритов панкреатитов скажем так тем не и тем не менее да там несмотря на какое-то временное облегчение тренд по нарастанию каких-то жалоб идет как бы в общем-то в худшую сторону когда это проявляет себя желтухой а далеко не все даже запущенные раки поджелудочной железы проявляют с желтухой для этого надо чтобы был закупорен желчоотток да то есть это определенная локализация определенные размеры определенный тип роста опухоли тогда достаточно быстро ставится диагноз но тогда уже обычно речь идет о неких местно распространенных а иной раз и метастатических стадиях где конечно прогноз хуже лечение сложнее и скажем так в это лечение мы уже все меньше и меньше включаем какие-то нотки радикализма да к сожалению все таки чаще это пациенты с местно распространенными опухолями с метастатическими формами заболевания то есть ранние раки чаще являются случайной находкой вот именно для этого органа и это очень серьезно потому что как вы сказали да пациент может проходить огромный огромный путь в лечении заболеваний желудка потому что симптомы то собственно они связаны и они знакомы они знакомы по заболеваниям желудочно-кишечного тракта поджелудочная железа она же участвует в выработке инсулина а есть ли какие-то вот связи с раком поджелудочной железы особенности для больных может быть сахарным диабетом как-то повышается риск понижается риск скажем так достаточно большой процент болеющих раком поджелудочной железы это пациенты с историей заболевания сахарным диабетом до 2 типа в том числе поджелудочная железа такой очень интересный орган у него есть так называемые и экзокринные секреции и эндокринные экзокринные это в органы желудочно-кишечного тракта то есть это ферменты которые помогают переваривать пищу и по сути такие самые злые ферменты да из них а эндокринные это в кровоток то есть это уже гормоны да это как раз вот инсулин он самый просто на слуху поэтому скажем так это очень интересно это очень важный орган это орган на самом деле очень стойкий потому что ну как минимум вырабатывая столь злой как бы злое вещество да как вот ее ферменты это соответственно панкреатический сок да то надо быть очень таким могучим органом но тем не менее он тоже под подвержен болезням да кстати сейчас подумала да немножко странно ведь ну как в рак в опухоли это когда клетки делятся и казалось вы сказали что агрессивная очень среда ну вырабатывается дайте ферменты и действительно вот сейчас прям даже звучит удивительно что даже такая сильно агрессивная среда не препятствует делению таких вот опасных клеток у нас есть звонок от нашей зрительницы марины здравствуйте марина какой у вас вопрос добрый день доктор добрый день ведущая у меня такой вопрос три года назад моему мужу была сделана операция по поводу нейроэндокринной опухоли тела поджелудочной железы прошло три года и меня интересует такой вопрос вот сейчас ему рекомендовали сделать предкты знаете какой вот до та та ты у меня интересует такой вопрос насколько это опасное обследование наверное все таки это какое-то облучение и вообще хотелось бы подробнее узнать как человеку с этим жить как долго как бы соблюдать диету с такой опухолью если можно да смотрите моя хорошая на самом деле мы все-таки ну крен нашего сегодняшнего мероприятия он все-таки посвящен аденокарциномом поджелудочной железы то есть это вот такой наиболее часто встречаемые наиболее агрессивный тип опухоли поджелудочной железы но нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы тоже встречаются достаточно часто в большинстве своем они безусловно более благоприятны чем аденокарциномы то есть имеют куда большие шансы на полное излечение скажем так лечится ну назовем так легче да то есть для пациента и в общем то ну скажем так выбирая между двумя этими типами болезни то в общем лучше уж заболеть вот нейроэндокринной опухолью они тоже между собой разделяются и здесь конечно я не смогу дать полноценную консультацию в рамках там телеэфира то есть совершенно есть такие более доброкачественные ну низкозлокачественные да там g1 g2 высоко дифференцированные есть более злокачественные такой с более низкой степенью дифференцировки которые уже соответственно ведут себя несколько по-другому значит пэдкатэ с радиофором препаратом 68 галлий дотатейт это действительно такой наверное наиболее оптимальный метод диагностики при высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолях в том числе поджелудочной железы а бояться его не надо да это метод в том числе рентгеновских этот метод в том числе радиологический то есть там есть действительно определенная нагрузка и от радиофором препарата и от кт-сканирования но надо понимать немножко другое то есть эта нагрузка сама по себе не опасна для вашего супруга но цель исследования то есть если он три года в ремиссии если он после операции все в порядке то мне ну для меня выглядит странным внезапно взять и сделать без каких-то подозрений на прогрессирование заболевания пэт то есть получается что как-то такое как будто случайное назначение но если у него есть подозрение на прогрессирование по данным других обследований кт мрт если у него есть какая-либо там симптоматика которая может свидетельствовать в пользу возвращения заболевания то конечно это такой ну наиболее оптимальный метод обследования пациенты и бояться его конечно же не стоит что касается образа жизни и так далее но мы сегодня вообще в целом коснемся еще этого момента то здесь опять же эти вопросы лучше обсуждать с лечащим врачом потому что нужно полное погружение в клиническую ситуацию и в том числе например в контексте вот этого пэт нужно понимать то есть если у человека есть прогрессирование заболевания не дай бог то это одна история да то есть у него одни ограничения и одни как бы скажем так действия должны предприниматься а если у него ремиссия если с упокойной может быть чего я вам желаю ваш супруг уже выздоровел так это совсем другая история но повторюсь не вправе давать уверенные советы не погрузившись ситуацию в целом а могу я еще вас просить конечно знаете ну конечно у него сейчас ремиссия и все анализы у него нормальные но он поехал копирующему хирургу который он делал на прием и тот ему как бы сказал но вы можете сделать чтобы где-то что-то у вас там не проявилось то есть вот это было его назначение тут смотрите какой момент чтобы не проявилась а это немножко другая история да то есть под сам по себе не предупреждает развитие какого-то возвращения болезни скажем так я люблю системность и аргументированность в назначении обследований то есть либо мы допустим исходно избираем некую тактику там сделали пэт до операции с оперировались потом там допустим ну не знаю там раз в год делаем пэда и там плюс какие-то еще обследования в этом есть определенная логика в том чтобы взять и внезапно спустя три года после операции сделать пэт я логики не вижу я бы не стал говорить что это категорически противопоказано вашему супругу повторюсь это не та нагрузка которая должна прям как-то критично сказаться на его здоровье там на его будущем и так далее но и немножко смысла не вижу в таком обследовании внезапно назначенным спустя три года возможно супругу стоит более подробно поговорить с оперировавшим хирургом чтобы понять вот какой образ смысле да как бы у доктора почему он именно сейчас берет и назначает это исследование там есть тоже своя хитрость потому что эти пэты с таким вот препаратом они сравнительно недавно появились в россии может быть просто до этого доступность этого метода была там допустим ну низкой поэтому супругу не назначали до это исследование а сейчас соответственно доступность выросла и хирург решил этим воспользоваться но повторюсь лучше чтобы доктор все-таки разговаривал не на уровне а чё есть хочешь можно сделать да она уровне какой-то все-таки аргументации то есть я считаю что надо было бы сделать это исследование потому-то потому-то на самом деле я бы ну еще раз с ним проговорил этот вопрос насколько вообще вот все-таки стоит делать делать и почему именно сейчас вот хирург заговорил об этом спасибо большое марина здоровья вашему супругу я хотела уточнить вижу новость значит метаболический синдром связан с повышенным риском рака поджелудочной железы мы немножко коснулись этого диабет второго типа да но в целом наверное и сопутствующий избыточный вес заболевания сердца все это как-то нарушает устойчивость организма к этим вот клеткам но есть еще один на еще одна новость анализ крови выявляет рак поджелудочный на ранней стадии точности 97 процентов это что за такой анализ крови что нужно смотреть в анализах крови интересная история я на самом деле да познакомился с этой историей как раз при подготовке эфира к эфиру и поэтому я вот поймите правильно дорогие друзья да пока метод не включен в клиническую практику вот прям полноценно да и там допустим не вошел в стандарты в рекомендации не был скажем так уже так вот подтвержден да и подписан какими-то руководящими медицинскими структурами всегда о нем надо говорить очень аккуратно потому что естественно там какие-то громкие цифры они у людей да вызывают какие-то очень большие ожидания и если эти ожидания не оправданы оказываются да то это может даже в плоти привести к не очень хорошему развитию событий потом но действительно наши зарубежные коллеги они исследовали экзосомы ну то есть это такие можно сказать там шарики капельки да которые циркулируют в крови которые вырабатываются клетками и здоровыми и болеющими и болеющими они вырабатываются в общем-то в несколько большем количестве соответственно вот можно эту значит экзосому назовем так препарировать там в том числе там и на генетическом уровне да и на молекулярно-биологическом уровне и соответственно там понять чему она приобрели принадлежит откуда источник и в том числе найти черты рака поджелудочной железы и в общем-то по заявленным данным метод обладает очень высокими чувствительностью специфичностью то есть там порядка там 90 процентов ну на разных популяциях да как бы людей то есть назовем так на людях разной расы да у них действительно у нас же разная биология да как бы несмотря на то что все мы да как бы человеке вот а при этом они коррелировали это с онкомаркером с ей 19 9 ну канцер антиген 19 9 который тоже в общем-то его повышение свойственно раку поджелудочной железы хотя не в ста процентах случаев и там они вообще получали как бы вплоть до там 97 процентов выявляемости значит опухолей в том числе на ранней стадии и если действительно вот это дальше пройдет определенную клиническую апробацию подтвердится и будет использовано в медицинской практике но это вообще фантастика потому что во первых вот он появится метод скрининга достаточно беспроблемный то есть это всего лишь сдача анализа крови во вторых что очень важно то есть если люди скажем так не будут лениться делать это с определенной периодичностью это поможет ну не будем говорить именно выявлять для начала заподозривать наличие вот такой опухоли поджелудочной железы на самых ранних этапах ее развития то есть условно на уровне ну такое то есть у нас определенная стратификация размеров и распространенности опухоли по стадии т то есть юмор да вот т-1 т-2 мы же почти таких пациентов не выявляем потому что они почти всегда бессимптомные и кто там пойдет просто так узи брюшной полости делать там не знаю кт там брюшной полости с контрастом да практически никто а более того если кто-то пойдет мы будем думать что там человек ну как бы излишне трепетно относится к этому и даже наоборот ситуативно отговаривать вы что вы здоровы и зачем вам это нужно да как бы вот если такой анализ крови действительно войдет клиническую практику это прям ну супер да потому что вот раки поджелудочной железы выявлены на ранней стадии они во первых могут резиктабельны то есть уже удалить можешь да это не гарантирует излечения но хотя бы все равно вот это вот какая-то ремиссия будет больше дольше объем лечения будет меньше то есть во всяком случае люди жить будут гораздо дольше если вот мы научимся выявлять это своевременно денис сергеевич у нас есть два вопроса один по телефону другой по другой в нашем телеграм-канале я напоминаю что вы можете перейти в наш телеграм-канал чтобы задать ваш ваш вопрос а вот через этот qr-код давайте сначала звонок примем лидия нами на связи добрый день какой вопрос добрый день у меня вот какой вопрос мой муж умер от рака поджелудочной железы и в их семье это было заболевание от него умерли его брат и сестра и папа у меня дочь в детстве болела панкреатитом два или три раза она лежала с панкреатитом сейчас вроде бы это уже ночью прошлое она не жалуется по ей уже 45 лет вот насколько опасно что и она может заболеть раком поджелудочной железы и как какое обследование как часто ей проходить чтобы его время это заметить лидия вот сейчас я ни в коем случае не хотел бы чтобы вы как-то там пугались да или еще что то но эта информация которую вы сообщаете она важная да и она может быть значимой действительно существуют наследственные формы рака поджелудочной железы ну для начала наследственные формы хронических панкреатитов которые могут быть предтечей рака поджелудочной железы но также и независимо развивающегося рак поджелудочной железы то есть есть определенные мутации достаточно известны это мутации например берсии 1 берсии 2 который в первую очередь продиктовывают развитие рака молочной железы рака яичников но там до 5 процентов и рак поджелудочной железы тоже да но эти мутации нам известны по примеру Анжелины Джоли. Есть мутации, которые, скажем так, менее на слуху, тем не менее, то есть это ITM, это PALP2, они тоже определяют развитие рака поджелудочной железы, то есть это наследуемые мутации, тоже там меньше 5%, там 2, 3, 5. Самая такая мутация, которая ведет наиболее часто к развитию рака поджелудочной железы, это STK11, там это аж до 30, ну от 10 до 30 процентов по разным подсчетам. Мало того, эти мутации зачастую бьются и с раками других органов, ну часть из них с раком молочной железы, с раком яичников, но есть вот такой перекрест и с раком толстой кишки, и с раком желудка, то есть это надо иметь в виду. Если есть такая вот семейная история, то самым первым делом не надо пока никакие программы скрининга для себя разрабатывать, не надо пока бежать на какие-то мутации сдавать, но надо в первую очередь пойти к генетику, рассказать, нарисовать ему вот это генеалогическое древо, кто болел, в каком возрасте болел, какой болезнью болел. Мало того, надо тоже на всякий случай, вот как раз предыдущий звонок, он был у нейроэндокринном раке поджелудочной железы, это другая история. То есть вот нейроэндокринный не имеет тех же самых генетических детерминант, как вот допустим аденокарцинома протоковая, которой посвящена наша программа. То есть вот надо генетику все это тщательно рассказать, и тогда дальше генетик уже дает задачу сдать анализ на такие-то гены. То есть есть специальные гены, панели генов, в том числе, например, для наследуемого рака поджелудочной железы, там, допустим, штук 6-8 параметров, если я правильно помню. И вот тогда доча сдает эти анализы, да, и идет на повторную консультацию генетика. Если какая-то, не дай бог, мутация находится, то действительно мы начинаем говорить о том, что ваша дочка, она в определенной зоне риска. И вот тогда онколог разрабатывает для нее индивидуальную такую, как бы, карту, да, как бы, ну, индивидуальный маршрут слежения, который будет включать в себя, ну, наиболее вероятно, такие методы исследований, как УЗИ брюшной полости, там, печени и зоны поджелудочной железы, КТ, МРТ с контрастом брюшной полости. То есть мы, ну, как бы, должны будем сосредоточены на то, чтобы не пропустить развитие вот самой начальной этой опухоли. Ну, плюс маркеры. Раково-эмбриональный антиген и уже упомянутый СЕ19-9. То есть, скажем так, не торопитесь начинать с конца, да, сначала подтвердите или опровергните наличие вот этой вот мутации у вас в семье. Это сейчас уже, слава богу, онкология достаточно, ну, понятно, мы еще знаем, может быть, только маленькую частичку из всего того огромного массива, да, как бы, информации по генетике, но мы хотя бы уже ее знаем, и мы можем достаточно уверенно коррелировать риски развития каких-то заболеваний с наличием каких-то генетических поломок. Вот это вот надо сделать, и я бы не стал, как бы, откладывать это в долгий ящик, потому что, скажем так, если мутация действительно есть, то это некая такая, пусть и не давлеющая, но постоянно существующая зона риска развития либо этой опухоли, либо, может, и даже каких-то и других тоже. Лидия, спасибо за ваш звонок. Денис Сергеевич, у нас, кстати, есть вопросы про панкреатит. Елена пишет, хронический панкреатит, бывает, что обостряется гастрит, повышается кислотность, отсюда обостряется панкреатит. Есть ли риск развития рака поджелудочной? Скажем так, есть, но я бы начал немножко, опять же, чуть-чуть капельку с другого. Дело в том, что у нас традиционно привычно ставить диагнозы панкреатитов и гастритов, там, направо-налево. По современной классификации, например, гастритов, ну, я не гастроэнтеролог, поэтому чуть-чуть так очень аккуратно буду говорить, это не сфера моей такой специализации, но, тем не менее, насколько мне известно, тот же самый диагноз гастрита, он должен выставляться на основе гистологического исследования, да, то есть слизистой желудка. То есть не просто так, это мы что-то там заболело, да, и мы уже автоматом ставим гастрит. То есть для начала нужно найти, ну, то хорошего разбирающегося, современного, актуального гастроэнтеролога, который, скажем так, поможет вам побороться с вот этими вот какими-то диспептическими расстройствами, действительно установит диагноз. То же самое у нас панкреатит вешается направо-налево, на самом деле панкреатит заболевание достаточно редкое. Реально, то есть процент тех, кто действительно им по-настоящему страдает, он, к счастью, весьма невелик. То есть начать с гастроэнтеролога, но в целом, конечно, хронические воспалительные заболевания области органов, значит, там, желудочно-кишечного тракта, это нехорошо, это и не только про рак поджелудочной железы, это точно так же и про рак желудка, и про какие-то другие проблемы. То есть это не то, что стоит игнорировать. А вот еще Людмила пишет нам, панкреатит некрозный, что это такое, у родственницы практически не было симптомов, год назад обследовалась, поставили хронический панкреатит, прописали ферменты, она их пропила, а через год забрались с приступом очень сильной боли, и через 4 дня умерла от некрозного панкреатита. С обширным поражением кишечника. Как уберечься? Спасибо. Слушайте, это на самом деле, ну, опять же, не требуйте от меня истины, да, потому что, скажем, ситуация очень нетипичная. Наверное, не некрозный, ну, то есть некроз – это то, что развивалось в нем, наверное, речь о неком каком-то деструктивном панкреатите, то есть такой вот с массивным разрушением ткани поджелудочной железы, то есть такой некроз поджелудочной железы. Такое, это не в адрес вашей родственницы, царствие небесное, это в целом такое достаточно, ну, более свойственно людям там с хронической алкогольной интоксикацией, вот у них действительно вот эти панкреонекрозы развиваются чаще. Ну, скажем так, наверное, не стоит говорить о том, что все это произошло на фоне некого как бы благополучия, то есть, возможно, родственница так интерпретировала свое состояние или там, допустим, может быть, не предъявляла жалобы, но обычно это все-таки, ну, не некий какой-то такой мгновенный процесс, то есть, значит, там было какое-то хроническое, ну, как я предполагаю, да, там нарастающее воспаление, возможно, какое-то определенное действительно нарушение оттока, соответственно, там, продуцируемых поджелудочной железой, там, ферментов, еще что-то, то есть какая-то такая очень нестандартная ситуация. То есть, вот если бы это произошло на фоне, там, ну, у человека с хроническим алкоголизмом на фоне, там, очередного запоя, это вот окей, да, как бы это, ну, не то, что это окей, но это не редкость, да, а вот у здорового человека, ведущего здоровый образ жизни, это вот необычная история. Денис Сергеевич, буквально 30 секунд остается до конца нашей рубрики, очень хотелось бы от вас получить какие-то рекомендации, да, по защите поджелудочной железы от вероятности развития рака. А не в целом. Вот ЗОЖ, пусть он и скрипит на зубах это слово, но это полезно, это хорошо. Здоровое разнообразное питание, разумный режим труда и отдыха, ну, стараться избегать стрессов, как физических, так и эмоциональных, прислушиваться к себе жалобы, это все-таки повод для обращения к врачу. Нерешаемые жалобы, повод для того, чтобы выпасть даже из этой маршрутизации, ну, в пользу поиска какого-то решения этой проблемы. Уважение к скринингу, ну, вот мы пока о раке поджелудочной железы, о уверенном скрининге не говорим, но в целом. Следить за своим здоровьем. Однозначно. Спасибо вам огромное. Спасибо, друзья, увидимся через пару минут. Спасибо.